Поворите, а у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех участников. Как меня слышно? Вас слышно хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей Орешников. Я из города Липецка. В данный момент являюсь руководителем школы журналистики города Липецка. В связи хорошее, да? Меня слышно. Да, вы слышно. Отлично. Я хотел бы рассказать о нашем опыте использования дополненной реальности. Одну секунду. Алексей Орешников, можно я попрошу запустить наш следующий опрос, и мы вернемся к разговору. Мы как раз только что закончили опрос, посвященный технологиям, а следующая тема у нас – что тормозит развитие дистанционного образования? Это тот вопрос, который предстоит обсудить в следующем блоке. А мы возвращаемся к нашему гостю Алексею Орешникову. Алексей? Да, да. Да, и я имею в виду внимание, мы говорим про опыте дополненной реальности. Правильно? Да, все верно. Все верно. У нас в школе журналистики занимаются старшеклассники. Это дети 14-17 лет. И каждый год мы участвуем в каких-то конкурсах, посылаем свою газету на конкурс. Раньше это была газета, сейчас это уже проекты в интернете. И в 2016 году перед участием в очередном конкурсе, это была проба пера, которую проводит Санкт-Петербургский университет, постуниверситет. Мы с ребятами собрались на планерку, думали, что подготовить в этот раз. Ну, какие-то идеи. То есть суть в чем, что на конкурсе дается задание, и в течение суток его нужно выполнить, сдать на оценку жюри. Ну, естественно, какие-то мысли, какие-то идеи мы привозим на конкурс, уже обсудив их в Липецке. И ребята предложили свои варианты. Это была аудиогазета, там было очень много вариантов, но одним из них газета, где оживают фотографии. Термин, как дополненная реальность, в начале 2016 года, ну, по крайней мере, я точно не знал, не слышал. Вот, но пообещал, что что-нибудь придумаем и как-то это будем реализовывать. Начал искать информацию в интернете. На тот момент было два приложения, две технологии, которые я нашел, которые позволяли использовать дополненную реальность бесплатно. Частично бесплатно. Это было приложение Aurasma и Lire. Поделитесь с нами потом ссылочками, пожалуйста, в вопросах и ответах. Не сейчас, после. Хорошо. Я просто сейчас не уверен, что они еще действуют. То есть есть уже другие программы, которые позволяют делать то же самое намного проще. Очень долго разбирался. Не знаю, с английским у меня достаточно сложно, а все инструкции были исключительно на английском языке. Но как-то переводил, скачал эти приложения и понял, что с помощью них можно реализовать нашу идею. Ну, суть простая. Это печатная газета. Если навести экран смартфона на полосу, то там на экране смартфона появляется какая-то дополнительная информация. На тот момент это могло быть видео, могла быть фотогалерея, тест, какая-то ссылка. И, по-моему, можно было еще сделать собственную анимацию, которая также возникала на экране смартфона. И, в принципе, где-то неделя потребовалась, чтобы полностью разобраться в этих приложениях. И мы поехали на конкурс, вооружившись этой технологией. Каждый материал, который был опубликован в газете, сопровождался каким-то дополнительным мультимедийным форматом. Допустим, была фотография девушки. И если зайти в приложение и навести смартфон на это изображение, то эта девушка оживала и рассказывала анекдот. Или, допустим, опробу. Расскажите, пожалуйста, вот сегодня, когда дополненная реальность уже некоторое такое общее место и тренд. Возник в рамках этого марафона сюжет, который меня очень занимает. И я хочу с вашей помощью к нему еще раз вернуться. Мы говорили о том, что, например, в Питере ребята выбирают по-прежнему газету. И только коронавирус вынудил их посмотреть на современные мультимедийные форматы. А что в вашей школе журналистики? Какие предпочтения демонстрируют ваши ученики? Мы отказались от выхода газеты, по-моему, три года назад. Это был конец 2017 года. То есть последние два учебных года мы перешли полностью на создание проекта, сайтов на платформе Tilda или на каких-то других. Это сайт, где мы пытаемся освоить различные форматы подачи материалов. То есть это и интерактивные всякие видео. И вот, кстати, очень много информации, инструкций выложено на сайте «Сделано медиа», и он нам очень помогает. Вот последнее, что я отсюда брал, мы делали пазлы, интерактивные видео и использовали еще сервис, где можно делать переворачивающиеся карточки. А какой возраст у учеников? Алексей? Прервался звоночек на переворачивающихся карточках. Алексей, в любом случае, спасибо большое за то, что вы дозвонились к нам в эфир. Это было очень своевременно. И главное, то, что меня интересовало, вы успели сказать, пока связь не прервалась, о том, что три года назад вы отказались от выпуска традиционной газеты. Мне кажется, что это очень важно. Вроде как есть у нас еще звоночек. Давайте попробуем либо вернуть Алексея, включить следующего собеседника. Не получается пока ничего, не другого. Тогда мы с вами посмотрим на результаты голосования. Что тормозит развитие дистанционного образования? Низкая сетевая грамотность педагогов, слабое владение сетевыми форматами и методиками, слабые навыки самостоятельной работы учеников, особое мнение, отсутствие гаджетов и девайсов. Верните нам, пожалуйста, Алексея, если есть такая возможность. Здравствуйте, Алексей. Еще раз. Так, теперь мне осталось вас услышать. Да, да, как слышно? Есть, да, есть звук. Прекрасно. Мы с вами остановились на возрасте, на вопросе про возраст учеников вашей школы. 14-17 лет. То есть это с 8 по 11 класс. А куда они потом идут? Поступают в основном на журфаке. Есть какие-то, есть информация о предпочтениях, какие вузы выбирают и почему? Ближайший от нас журфак находится в Воронеже, в ВГУ, Москва, Санкт-Петербург. Вот эти три города. Почему, ну, кому-то ближе московский стиль жизни, кому-то питерский. Но считается у нас в городе, что Москва-Питер – это престижно, и все, конечно, стремятся поступать в столицу. А сколько лет уже существует в вашей школе журналистики? Я сейчас объясню, почему я... С 2009 года. Мы работаем с 2009 года, получается 11 лет. А многие ли из ваших выпускников остались в профессии? Я могу точно сказать, что больше половины. То есть это где-то процентов 60-65. Тогда такой вопрос. А где они находят себе нишу? Они остаются именно в журналистике или уходят в рекламу? Ну, просто большой процент реально, учитывая очень динамичную трансформацию профессии. Да, они... И многие работают в СМИ. Кто-то выбрал смежные специальности. Это, да, пиар, реклама, написание коммерческих текстов. Ну, то есть в любом случае они, вот... Большинство из них связали свою жизнь с медиа, с текстами, с информацией. А с текстами или с мультимедиа? Вот такой вопрос меня очень интересует. Ну, вот здесь я не могу точно ответить. Потому что я не могу сейчас актуальную информацию знать, кто чем занимается. То есть когда мы с ними встречаемся, обмериваемся, кто чем занимается, новостями, все говорят, что пишут, снимают, создают какие-то медийные проекты. Но в любом случае все, наверное, вокруг текста как-то, да, образуется. А что происходило у вас в сходе? А потом уже трансформируется в локдаун. У нас в этом году, к сожалению, очень был, получился скомканным весь образовательный год. И к моменту введения ограничений осталось всего несколько человек, которые продолжали обучение. И мы с ними поддерживали связь сначала в социальных сетях, онлайн. А как только появилась возможность, начали проводить индивидуальные занятия, уже встречаясь в разных местах. В основном это было место моей работы, либо те заведения, которым было разрешено уже открыть свои двери. Но групповые занятия, получается, мы так и не восстановили. Я бы хотел попросить вас, Алексей, высказаться по теме текущего опроса. Что с вашей точки зрения тормозит развитие дистанционного образования? Тем более, что вы, как я так понял, во время локдауна и после локдауна не особо использовали технологии дистанционного общения и его работы. Что вас останавливало? Было всего лишь несколько онлайн-уроков. Но, наверное, мне удобнее общаться лично. Вот у меня такой стиль, когда... Вот видите, даже сейчас, когда я выхожу в эфир, связь прерывается. Я не вижу, кто нас смотрит, не вижу их реакции. И, соответственно, вот такой формат для меня не совсем комфортным является. А что вы думаете для себя делать, если эта ситуация повторится или продлится? Потому что никто не может сейчас с уверенностью сказать, как поведет себя вирус, и какие решения будут вынуждены принимать вышестоящие инстанции относительно возможности личного общения. Нет, безусловно, безусловно, буду переходить в онлайн. Но подготовить сразу материалы для полного курса, вот так вот одномоментно, это, конечно, тяжело. Вот сейчас потихоньку я уже собираю свои материалы именно для онлайн-обучения. Спасибо большое, Алексей. Несмотря на вашу нелюбовь к дистанту, у нас с вами все получилось. И мы смогли обменяться информацией, которая может быть важна для аудитории нашего сегодняшнего марафона. Давайте посмотрим на это голосование. Итак, что тормозит рамки дистанционного образования? Спасибо вам. Мы...